Здарова, народ! Сегодня у нас необычный обзор, мы впервые посмотрим игру до её официального релиза, который состоится, кстати, 8 ноября, осталось совсем недолго. Сегодня у нас на обзоре игра Divine Ark от издателя Esprit Games. Вы наверняка играли в предыдущую игру The Sword от этого же издателя, которая многим из вас понравилась. Это следующее их творение. Игра представляет из себя уже привычную нам MMORPG с возможностью играть как на телефонах, так и на компьютерах. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть и к чему нам готовиться на релизе. На выбор у нас 6 классов. Это Гонец, Виртуоз, Драконоборец, Ассасин, Медиум и Стрелок. Причём у некоторых классов есть выбор пола, у некоторых нет. Также после выбора класса нам доступен редактор персонажа, который позволяет минимально поменять внешность, цвет глаз, цвет губ и так далее. В основном всю внешность вашего персонажа вы будете менять за счёт внешек, которых в игре очень много. Я же ради теста выбрал класс Виртуоз как что-то новое, чтобы посмотреть на что он способен. Остальные классы плюс-минус нам привычные. Сразу скажу, я играю не в финальную версию игры, это некий рабочий билд, который позволяет мне пощупать игру и посмотреть на что она способна. На релизе будет другая версия игры, исправленная, доделанная и доработанная. Сейчас же в игре я мог встретить достаточно много багов и некоторые функции не работали. Как мне сказали разработчики, всё это к релизу починят. Итак, что здесь есть. Прокачка в игре классическая, мы качаемся по сюжетным, главным и побочным квестам. Периодически натыкаемся на разные задания, которые нас чему-то обучают. Например, заточить снаряжение, пройти какое-нибудь подземелье, улучшить навыки или что-нибудь сделать. Прокачка в игре очень быстрая. Я не знаю, как будет на релизе, но здесь буквально за час можно поднять 150 уровень, а то и выше. И основной буст по уровню идёт не только от квестов, которые вы проходите, но и от глав. Глав, где вам надо победить неких кригов. Это создания, которые будут с вами потом бегать в процессе всей игры и которые, к сожалению, в этом билде не работают. То есть я вам не могу их сейчас показать. Но это что-то типа питомцев или агатионов, привычных нам. Вот эта вот девушка, летающая рядом со мной, это и есть крик. Его можно будет прокачивать, улучшать и они также достаются из гачи или из призыва. К слову, призыв в этом билде работает и находится он вот здесь. За специальные билеты вы можете призывать одного из кригов. Шанс выпадения оранжевых кригов довольно высокий. Я достал достаточно много, примерно с 50 билетов. Ну и небольшое отступление, чтобы вы точно поверили, что это билд от разработчиков. Здесь есть ГМ-панель, вот она. И, например, я могу с помощью переводчика поднять себе 10 уровней на персонажей, накрутить себе опыт или что-нибудь еще сделать. К сожалению, китайский я знаю достаточно плохо, что неудивительно. Поэтому возможности мои в этой ГМ-панели ограничены. Итак, с прокачкой разобрались, перейдем к контенту игры и что здесь вообще есть. К моему удивлению, здесь есть очень много всего. Настолько большого количества вкладок я давно не видел в играх. Все эти вкладки или возможности усиления персонажа открываются довольно быстро, и в них действительно придется разбираться, потому что возможностей, как я уже сказал, очень много. Давайте посмотрим, что здесь есть. Естественно, у нас есть инвентарь, где собраны все, что мы нафармили, выбили, достали и так далее. Здесь есть более крутой шмот, который на меня почему-то не нарезает, потому что нет кнопки надеть. Надеюсь, это пофиксит к релизу. Сейчас все лучшее снаряжение просто копится в сумке. Здесь же есть все наши характеристики и все наши достижения. То есть, что бы вы ни сделали, здесь можно будет забрать какую-нибудь награду. Здесь же есть звание, которое тоже увеличивает вашу боевую мощь, и она прокачивается по мере прохождения квестов и сюжета. И есть поглощение. Здесь этому церберу можно скормить ненужный вам шмот. Это аналог черного духа из БДМ. И он тоже будет прокачиваться и повышать вашу боевую мощь. Вообще, любые действия в игре, которые вы производите над персонажем, повышают вашу боевую мощь. Навыки. Вот навыки нашего персонажа. Естественно, мы их можем повышать каждые несколько уровней. У нас есть таланты под эти навыки, которые у меня пока закрыты, и которые, скорее всего, потом будут открываться по мере некого пробуждения нашего класса. Недавно появилась смена класса. Получается, если вам надоел ваш класс, вы можете за алмазы в магазине купить специальный предмет. Вот она, книга классов за 1000 алмазов. И поменять класс на нужный вам. Это довольно прикольно. Если у вас уже есть прокачанный класс, и вам он надоел, можете поменять. Здесь, что неудивительно, для таких игр есть свадьбы. Вы можете с кем-то подружиться, сделать его своим партнером, жениться на нем, и получать за это кучу разных бонусов, проходя специальный свадебный инст. И есть, естественно, синтез. Синтез – это вкладка, где происходит крафт снаряжения и его улучшение. Конечно, сейчас у меня это не работает, но потом на старте игры все ненужное снаряжение, или все более плохое снаряжение вы можете здесь перерабатывать в более лучшее. Здесь же можно делать слияние стражей, синтез кригов, синтез печати, глифов, камней и так далее. Все это будет вас усиливать и бустить. Стиль. Ну куда же без внешек? Я же обещал, что вашего персонажа можно кастомизировать за счет обилия внешек. И тут они есть. Внешки какие-то будут добываться за донат, какие-то у нас даже не отображаются, что неудивительно, потому что у нас это еще билд разработчика. Выглядят они все по-разному, смотрятся на самом деле очень круто. Есть из чего выбрать, есть во что нарядите вашего персонажа. Внешки делятся как на полноценные костюмы, так и на фон, который вам будет доступен при демонстрации вашего персонажа. Отдельно на шлемы, ну или прически. Отдельно на аксессуары какие-нибудь, платья и костюмы. И отдельно на облики оружия. Также у нас есть аватарки, титулы, разные анимашки и танцы на нашего персонажа. В общем, разные прикольные социальные элементы, которые кому-нибудь из вас наверняка понравятся. И такая штука, как божественное снаряжение, чтобы показать всем на сервере, что вы топ of the top, потратив на это, скорее всего, огромное количество денег. Ну и первый костюм, который вы сможете получить, вам дадут за первое пополнение в игре. То есть, закинув любую сумму, даже доллар, вам вот это все насыпет. Такое есть во всех играх, тут я вас не удивил. Есть, конечно, и другие бонусы за пополнение, тут вы уж сами разберетесь, надо вам это или нет. Потому что здесь есть и бонусы и за первое пополнение, есть и вип-статус, который дает очень много бонусов и очень крутых легендарных кригов. И другие способы опустошить ваш кошелек. Вы видите на моем персонаже крылья, и их дают за буквально первые минуты игры. Отображаются они во вкладке скакуны. Их можно кастомизировать, улучшать, прокачивать. Собственно, как и наших скакунов. Вот такого оленя мне выдали. Можно его тоже улучшить и, например, оседлать. Вообще, тут тоже очень много разных ездовых питомцев. Коня вам дают вначале по умолчанию, потом мне выдали вот такого оленя. Здесь же есть вот такой вот дух леса, грифон. Также мы можем активировать других животных. Это вот такая вот сибуина, вот такой вот конь, олень, метла, рыба. В общем, как внешек, так и ездовых питомцев здесь очень много, сами видите. Все они будут давать достаточно большую прибавку к характеристикам, и всех их можно прокачивать. Да, питомцы реально крутые, смотрятся очень здорово. Механика улучшения снаряжения тоже нам привычная. Снаряжение можно точить, точится оно в круг. Снаряжение можно перекрафчивать в более лучшее, если у вас есть повторки или специальный материал для этого. И снаряжение можно очищать, добавляя ему новые параметры. С прокачкой понятно. Делаете все, прокачиваете все. И если вы, кстати, ошиблись или забыли что-либо прокачать, то вот эта вот иконка со стрелочкой вам устужливо напомнит, что вы забыли сделать. Либо зайти в игру и забрать награды, как ежедневная отметка, либо что-то прокачать, либо что-то сделать. В общем, не ошибетесь, эта иконка со стрелочкой – ваш лучший друг в этой игре. Что здесь еще есть по контенту? Естественно, у нас есть ежедневный контент, который необходимо нам закрывать, чтобы максимально бустить нашего персонажа. Тут, я думаю, так все понятно. Отображается это все во вкладке «Ежедневные». Вот здесь. То есть тоже ничего не пропустите. Здесь у нас есть мировые боссы, которые у меня пока что не работают. Есть демосфера, штормовая награда, руины сирен и куча других активностей, которые вам так или иначе придется проходить. За закрытие всех активностей вам будут давать вот такие вот сундуки с наградами. Это прикрепленные алмазы и другие улучшения. Здесь же есть временные события, например, клановые события, турниры между серверами, между межсерверами. Также вы сможете забрать награду, если, допустим, пропустили какую-то активность, не заходили в игру весь день, потом на следующий день зашли и все забрали. Такие MMORPG не обходятся без PvP-сражений и без PvP-ивентов, и здесь они тоже есть. Но у нас есть арена 1х1, есть турнир славы, который будет запускаться время от времени, и была еще арена 3х3, которую у меня, естественно, не удалось потестировать, но она тоже доступна. Здесь у нас есть награды за участие в битвах, награды за сезоны. Причем весьма неплохие награды, это и очки славы, и прикрепленные алмазы. Как видите, за все активности насыпают достаточно много прикрепленных алмазов. Это алмазы, которые можно будет тратить в магазине. Здесь есть раздел с обычными алмазами, которые покупаются за донат, и прикрепленными, которых у меня уже на аккаунте огромное количество. Тратятся они на разные усиления, на покупку купонов на крутки гачи, на усиление крыльев, банки с опытом, усиление дракона и так далее. Сейчас я вижу, что клиент обновляется, и в первые дни, когда я тестировал игру, активностей было еще больше. Сейчас в меню их стало поменьше, и это плюс. Надеюсь, к старту будет еще поменьше, и прокачка помедленнее, чтобы мы успели прощупать игру, разобраться в ней, получить какое-то удовольствие от первой прокачки, и уже постепенно разработчики могли бы вводить новые обновления, добавляя новые способы усиления персонажа. По итогу, в эту MMORPG на старте я точно ворвусь, потому что она, во-первых, выходит на русском языке, а во-вторых, она просто выходит, потому что уже давно нет нормальных релизов MMORPG у нас в стране. В-третьих, в ней очень много разных активностей, которые можно будет поделать, поулучшать вашего персонажа, потыкать по красным точечкам нашим любимым. В общем, будет чем заняться. Сейчас уже на сайте игры можно пройти предрегистрацию, там ведете ваш e-mail и получите дополнительные плюхи на старте. Ну и пишите в комментариях, что думаете об этой игре, будете залетать на старте. Можете даже написать, что добавить или убрать разработчикам, если они прочитают, может быть, они внесут эти изменения, кто его знает. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok